Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Вальдманлайн, телеканал Александра Вальдмана, программа нейтральная зона, и как всегда у нас программа для людей, имеющих и любящих думать. Сразу, как обычно, хочу представить своего сегодняшнего гостя, я думаю, что вы уже в принципе догадались. Яков Кедми, военный политический эксперт, экс-глава Израильской спецслужбы НАТИФ. Яков, рад приветствовать вас, добрый день! Добрый день! Мы продолжаем наши беседы, ответы на вопросы наших телезрителей. Третья программа из цикла этих больших программ напомни лишь нашим зрителям, что всего мы прислали более 500 вопросов, все, конечно, охватить нельзя, но по максимуму мы все-таки с Яковом договорились ответить на ваши вопросы. Итак, первый вопрос от Алекса Карма сегодняшнего дня. Каковы особенности и достоинства и недостатки у выбранной тактики специальной военной операции России на Украине? Ну, вообще-то я не думаю, что стоит анализировать эту операцию с военной точки зрения, пока идут военные действия. В общем, эта операция не является войной, и поэтому, поскольку это является спецоперация, а не война, трудно ожидать от нее действий, которые ожидают от войны. То есть она ограничена как по средствам, которые используются, так и по целям, по методам и прочее. Но заниматься ее анализом пока единственное, что можно, я могу сказать, что в начале операции рассчитывалось на то, что украинское население и украинская армия будет, не будет поддерживать так и воевать за киевский режим, а будет вести себя так, как это было в Крыму в 2014 году. Когда выяснилось, что это не так, и что майдановская пропаганда националистическая за 8 лет успела довольно-таки эффективно переформировать население Украины, как русское, так и украинское, тогда перешли от операции, которая, целью которой было уничтожение националистических пронацистских батальонов, но не воевать, стараться не воевать с украинской армией, но то, что раз украинская армия полностью встала на защиту киевского режима и того, что он представляет, сегодня основная цель этой операции с военной точки зрения – это уничтожение икраинской армии, чтобы ее не было, а не только националистических батальонов. Второе, было определено, что время не играет роли, основная цель – сохранять жизни солдат и как можно больше мирного населения, нежели жизни украинской солдат, кем бы они ни были. Это второе изменение. А все остальное, те или иные моменты, можно будет оценивать, когда военные действия закончатся. Михаил Крюков спрашивает, какие болезненные точки, на ваш взгляд, есть у Великобритании, надавив на которые, или пригрозив надавив, англичанка перестанет гадить, а то у нее злоба на Россию веками. Англичанка никогда не перестанет гадить, они перестанут гадить, когда они не смогут этого делать. Сегодня они много сделать не могут, а то, что они делают, не переходят. Границы терпения России, если перейдут, оторвут им руки. Следующий вопрос, секунду, вот он. Владимир Мономах спрашивает, не кажется ли вам, Яков, странным поведение стран-участниц ОДКБ в конфликте Россия-Украина? Я бы сказал, поддержки особой от них не слышно. На их территориях вовсю вещает западная пропаганда, по крайней мере в Казахстане, и преобладает западная точка видения ситуации. От Китая больше поддержки России на мировой арене, чем от союзников по ОДКБ. Во-первых, Россия не видела в ОДКБ соучастника, или компаньона, или союзника в своей спецоперации на Украине, и не требовала, и не предлагала никому из стран ОДКБ, потому что они члены ОДКБ поддержать Россию тем или иным способом. Так что, это операция чисто российская, и Россия ее исполняет. Поскольку Украина вела явно враждебную антибелорусскую позицию, политику, включая диверсионные акты на территории Белоруссии и провокации в течение последних двух-трех лет, позиция Белоруссии объясняется именно отношениями и угрозами со стороны Украины, а не то, что Белоруссия членов ОДКБ. Позиция Казахстана – это особая позиция. Не потому что Казахстан в ОДКБ, а вероятно, казахские власти пытаются, новые казахские власти, пытаются напрячь игру на двух направлениях, то есть равноудаленную от всех или более удаленную от России, и пытаясь как бы разыграть то, что называется многовекторную дипломатию, хотя она уже немного векторная, а еще остаются небольшие векторы по отношению к России, но все больше и больше склоняются векторы по направлению к Западу, Великобритании и Соединенных Штатов. Но это чисто казахская проблема, а проблема ОДКБ, я не думаю, что сегодня существует, и Украина, и украинский-российский конфликт не имеют отношения к ОДКБ. Светлана Минц спрашивает, на чьей стороне сейчас оказалась Индия, которую на разрыв тянут к себе как минимум два противоположных центра силы? Когда, по вашему мнению, Индия сможет сделать свой окончательный выбор? Каким он может быть? Нужно ли Индии выбирать какой-то один центр сил? Индия давно делала выбор, она делала выбор в Индии, а Россия ее не тянет в свою сторону и не предлагает никаких ультиматумов, не дает никакого давления на Индию со стороны России. Есть бешеное давление со стороны Соединенных Штатов и Запада попытаться перетянуть Индию на свою сторону, используя, кроме всего прочего, довольно напряженные отношения между Индией и Китаем. Но Индия слишком самостоятельна, слишком уверена в себе, чтобы подыгрывать той или другой стороне. И она будет действовать, исходя из своего понимания индийских интересов. И тот, кто думает, что Индию можно заставить что-то делать, он просто не понимает судей. Индия, народа Индии и индийской цивилизации. Они никогда не будут поддаваться ничему давлению. Ватикан уже не имеет никакого влияния. Он имеет все более ограниченное влияние на часть католических стран, стран, в которых большинство католиков, но и то его влияние сегодня намного меньше, чем было 30, 40, 50 лет назад. Следующий вопрос по Калининграду. Наш корреспондент зовут его А.К. Какие возможны сценарии развития блокады калининградского транзита? Какой может быть наихудший сценарий для Литвы в части устранения со стороны России данной блокады? Как его избежать худшего сценария? Скорее всего, будет дипломатическое решение, которое восстановит снабжение Калининграда через Сувалковский коридор, так же, как это было. А худший для Литвы, если Россия это сделает своими силами, и тогда Литва навечно потеряет территорию Сувалковского перехода, коридора. Там могут быть разные варианты, как Сувалки отойдет через Белоруссию, так и вариант, что Россия откроет свой переход до Калининграда, тогда это должно задеть также и Эстонию, и Латвию. Следующий вопрос из Германии. Андреас Беккер спрашивает. «Живу 30 лет в Германии и замечаю, что за последние 15 лет все стало только хуже. Зеленая идеология, левая идеология, беженцы, скачок цен, и общество стало сильно злым. Вопрос, может ли история повториться, и в Германии придет к власти маленький австрияк?» В Германии может все повториться, и не только в Германии. Это может быть маленький и большой, это могут быть австрияк, немец или кто угодно. Угроза возрождения нацизма, она существует и в Германии. Он пытались его возродить на Украине, он почти возрождается в Польше. Он совсем не умер, а живет и процветает, и может восстановиться в Прибалтике, в любой стране Европы. Там, где зародился фасизм, нацизм может возродиться снова. Германия не исключена. Сергей Рыбалко спрашивает. Яков, что вы думаете по поводу обстрела Белгорода и других российских городов? Как эффективно это можно предотвратить? Эффективно только одним способом. Освободив территории, на которых могут располагаться орудия, имеющие дальность радиус действия, доходящие до российской территории, или ракеты, которые имеют радиус действия до российской территории. В данном случае это Сумская область, но я думаю, это будет недостаточно. Все территории Украины, из которых могут быть запущены или ракеты, или артиллерийские стреляны в сторону России, пока они не будут освобождены российской армией, они будут представлять потенциальную угрозу. Если у ракет это 300 километров, значит, 350 километров от российской границы. Следующий вопрос спрашивает Людмила Соловьева. Уважаемый Яков, какое направление для наступления освобождения, по вашему мнению, должно быть у Российской Федерации после освобождения Донбасса? Это вопрос чисто военный. И если военная цель – это уничтожить украинскую армию, то должны быть такие направления, которые бы как можно быстрее это обеспечить. Совершенно ясно, что одно направление, почти безусловно, это выход Приднестровья и овладение всем черноморским побережьем того, что вчера было на Украине. Это, скорее всего, безотлагательно и безапелляционно. Другие – это вопрос тактики. Что, с чего начинать? Идти ли я сейчас уже в Сумскую и Черниговскую область или нет? Брать Житомирскую область и Винницкую или нет? Где, что, в каком порядке? В каком порядке выходить? Запорожье к Кременчугу, к Днепропетровску? Это чисто тактические вопросы. Их можно решать в таком порядке или в другом. Главное, чтобы вся Новороссия была возвращена в Россию. И те области, которые имеют стратегическое значение для российского государства, находились под властью российского государства. Владимир Темнюк интересуется. На каких условиях Израиль может помириться с Ираном? У нас, в Иран, только одно условие – отказаться от идеи уничтожения Израиля. И если не хотят, пусть признают наше право на существование. Если не хотят, пусть не признают. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Но пока Иран будет пропагандировать и заявлять, что уничтожение Израиля является одной из его целей, и Израиль не имеет права на существование, трудно говорить о установлении каких-либо нормальных отношений. Владимир Менько спрашивает, Валентин Менько. Хотелось бы спросить уважаемого Якова, испытывает ли он давление какой-либо, чьей-либо стороны на него или на его семью из-за его позиции, его высказываний, из-за его взглядов? Да, есть. Время от времени высказывания. То по отношению к членам моей семьи, по отношению к детям. Или тут и там, или в средствах информации. Ну, никто на это не обращает внимания, я тем более. Жить в атмосфере, когда на тебя оказывают общественное или другое давление, ну, так я к этому привык еще с детства. Следующий вопрос. Ольга Бельская интересуется. Скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, принимает решения в мировых вопросах? Реально лидеры ЕС, НАТО, G7, ООН или кто-то другой? Он не принимает и не играет никакой роли в мировых вопросах. Члены ООН, те или другие, пользуясь своими возможностями, он могут повлиять на это. Прежде всего, в своей безопасности. Все остальные организации ООН не имеют никакого значения. А вообще в мире, в мире принимают решения тех, у кого находится власть в том или ином государстве. Они могут принимать эти решения обдуманно, не обдуманно, ошибочно, верно и неверно, но они принимают решения, а никто другой. Так это было, когда Буш-младший принимал решение начать войну в Ираке. Так это было, когда Обама и Ларри Клинтон приняли решение уничтожить ливийское государство и Каддафи. Так это было ни раз и ни два в прошлом. Люди принимают решения, люди, наделенные властью. Даже когда их решения являются глупыми или преступными. Владимир Ленинченко спрашивает, Яков, каково ваше отношение к Хаббат Любавичи? К Хаббату? Да, да. Любавичским и Хасиду. Как сказал один известный Равин, что Хаббат – это очень интересная секта. Из всех сект она наиболее близка к иудаизму. Так я их рассматриваю. Всякого рода языческие обряды, стремление к примитизации еврейства и попытки заниматься пропагандистскими действиями, обращениями в иудаизм и прочее. Они чужды иудаизму, так как я его понимаю. Миссионерство никогда не было частью еврейской религии. А оно относится к исламу, оно относится к христианству. И вносить миссионерские понятия и привычки в иудаизм, на мой взгляд, это кощунство. Михаил Игнатьев спрашивает, Яков, какие новые точки столкновения России и Китая с одной стороны, США и Европы с другой, могут возникнуть в ближайшие год-два, не считая Тайваня? С точки конфликта между Китаем и Соединёнными Штатами, это, во-первых, присутствие американской военной силы непосредственной близости от Китая. Китай всё время будет видеть в них угрозу. А попытки Китая закрепиться на тех островах, которые он считает своей территорией, вопреки позиции Соединённых Штатов, Японии и Тайваня, попытки вмешательства того или другого извне во внутренние дела Китая, используя проблему или Гонконга, или Уйгуров, или чего другого. Это основные точки. Попытки оказать экономическое давление, блокируя те или иные области развития Китая и китайской технологии, это тоже одна из проблем, но с ней Китай справляется очень эффективно. Павел А4А интересуется. Почему новое руководство Казахстана, на ваш взгляд, выбрало западное направление и уверенно замедляет сотрудничество с Россией? Как Англии и Турции удаётся вбивать клин между Москвой и Нурсултаном? Может быть, и Москва в чём-то виновата? Я допускаю, что кто-то в чём-то виноват. Но основное то, что делается, сегодняшнее руководство Казахстана пытается, маневрируя между двумя основными силами, выиграть как можно больше. Вероятно, у них ошибочное мнение, что Россия никогда не пойдёт на какое-то обострение с Казахстаном, и поэтому Казахстан может позволить себе любые формы действия. России деваться некуда. Ну, я думаю, что они немного ошибаются, потому что в данном случае их попытка флирта с Западом, она не только интересует Россию, она не меньше интересует и Китай. Далее, Андре Эль интересуется. Как показали события в Украине, наличие противокорабельных ракет – это реальная угроза флоту противника. Есть ли смысл сегодня строить и поддерживать большие военные корабли? Я не знаю, что показал конфликт на Украине. Серьёзные ракеты против судов не применялись. ракеты, ракеты «Гарпун» известны, это старые ракеты, и эффективность их и способ, возможность их нейтрализации известно как российскому, так и американскому флоту. Так что корабль, современный корабль, если он правильно оборудован, и его экипаж соблюдает все правила и все тактики, невозможно уничтожить теми видами ракет, которые есть сегодня на Западе. Теми видами ракет, которые есть в России, можно уничтожить любой морской корабль. А как же Москва? Это только одна из версий, что Москва была подбита ракетой «Гарпун», доказательств этого нет, никто не обнаружил попадания этой ракеты, и если бы этот корабль содержался бы в нормальных условиях, как противопожарной безопасности, так и хранения боеприпасов и системы нейтрализующих существующие. Любые ракеты, ни одна ракета «Гарпун» не могла бы привести к его потоплению. Максимум могли попасть тот или иной отсек, но это тоже сомнительно, потому что существующие системы противоракет «Гарпун» сбивают почти с абсолютной вероятностью. События на Украине были и во многом являются гражданской войной, но участие в конфликте на Украине прежде всего Запада, НАТО и Соединенных Штатов уже превращают эту войну в первый подготовительный этап, который может вылиться в мировую войну. Следующий вопрос уже об Израиле, спрашивает Михаил Ви. В Израиле есть, да и был достаточно высокий уровень антироссийских и русофобских настроений, особенно среди выходцев из СССР 90-х годов. Возникли они не сейчас, а скорее просто ярче и острее проявили в связи с событиями на Украине. По какой причине такое отношение бывших граждан Советского Союза к нынешней России? Ну, во-первых, не было русофобских отношений в Израиле в той мере, в которой они сегодня. Во-вторых, надо не забывать, что те, кто уехали в 90-е годы, у них была ментальность бывшего Советского Союза в 90-х годах. Они не жили в России после 90-х годов, когда оказалось все более и более ясно населению России вся низость и мерзость того состояния, до которого довели Россию и эти государства в 90-е годы. Они как раз были частично участниками этого, но поняв, что это разваливает страну, они просто уехали. Но эта ментальность у многих из них осталась. Псевдолиберальная, псевдодемократическая. От нее избавились те, кто вынуждены были потом изживать, выдавливать из себя все то, что пытались наложить в них и заложить в них в 90-е годы. Это накладывало один отпечаток. Второе, находясь в Израиле, они находились под той же западной пропагандой антироссийской, все более и более увеличивающейся, не имея никакой альтернативной информации. И третье, русскоязычные средства информации в Израиле с самого начала принадлежали тем иным олигархам и обслуживали их. И чем больше эти олигархи вели и занимали позицию антироссийскую и против нынешней власти в России, тем больше информация, которую они распространяли, была такого же толка. Например, трудно назвать, найти в мире более русофобский канал, чем девятый канал израильского телевидения на русском языке, который по своей сути недалеко ушел от украинских или прибалтийских каналов. И если эта информация выливается каждый день на голову людей, то результат, он сам результат. А это результат того, какой олигарх сегодня владеет этим каналом, какие олигархи владеют теми или иными русскоязычными средствами информации, кто, как говорится, по старому похабному анекдоту, кто девочку кормит, тот ее и танцует. Вот они и кормят эту девушку, которая называется русскоязычные средства информации. Я от себя тогда добавлю, а как же быть с государственной радиостанцией Радио РЭКО? Там же тоже, ну, то, что называется клейма, извините, ставить негде. По поводу русофобии, я имею в виду сегодняшнюю. Это уже не линия радиостанции, а линия тех, кто там работает. Посмотрите, кто откуда и когда приехал. И сразу будет ясно, какова их позиция. Следующий вопрос тоже об Израиле. Аркадий Баскин спрашивает. Выдержит ли наша страна непрерывный калейдоскоп интересантов справа и слева, а ультралевые прорабские организации уже так обработали общественное мнение, что еврейский народ раскололся и не может выбрать нормальное правительство? Не пора ли армии в сотрудничестве с Шабаком, Оманом и полицией брать власть в свои руки на необходимый для наведения порядка в стране период? Вот так. А вы посмотрите на бывших генералов, выходцев из спецслужб. Каков их уровень, какая их способность управлять государством и принимать правильные политические решения. Они ненамного ушли от тех, кто не служили в армии. То есть они более честные в личном отношении. В этом их отличие. Они привыкли служить в стране. Но они продукт израильского общества. И поэтому до сих пор никто из них, влившийся в политику, ничего положительного не сделал. Посмотрите на сегодняшнюю плеяду, кто там есть. Иногда удивляешься, как эти люди были, командовали, были начальниками генеральных штабов, командовали войсками. Как они принимают решения. А как тогда рассматривать, я опять от себя добавлю, Яш, как рассматривать вот эти танцы, политические танцы вокруг бывшего начальника генерального штаба Айзенкота? Ведь кто его сегодня только не тянет к себе? Это обычная, типичная израильская местечково-провинциальная привычка. Играть на популярности. Только сейчас он вышел. Вот только сейчас мы в нем видим нашего спасителя. И сколько таких уже было. И было это и с Гансом. Было это и с Эцакомор Дыхаем. Было это с моим временем, с Машей Даяном. Я на своем веку пересмотрел многих из этих людей. И почти всех я знал их лично. Это обычное провинциальное заблуждение. Вот сейчас придет он и избавит. Тот, кто знает их по армии, и меньше восторгается этим. Американцы до сих пор держат золотой запас Афганистана. Они овладели золотым запасом Венесуэлы. Там, где они могут, они грабят. Но я думаю, в конце концов, они вернут России все деньги с процентами. И тогда последний вопрос этого блока, нашего третьего блока. Спрашивает Софи Ко. Возможно ли в обозримом будущем нормализация отношений между Россией и так называемым коллективным Западом? Если да, то при каких условиях? Будет ли иметь значение для улучшения ситуации результат ноябрьских выборов в Конгресс в США? Отношения будут, когда агрессивный Запад откажется от идеи поменять власть в России, откажется от идеи уничтожения России как государства в той форме, в которой она есть, и от идеи вмешиваться во внутренние дела России, и откажется от идеи мешать развитию России, блокируя ее экономическое и политическое развитие. Яков, спасибо, спасибо огромное, спасибо за, как всегда, очень интересные ответы, нестандартные, а порой даже неожиданные. Спасибо, спасибо вам, друзья, что были с нами. Напомню, вы смотрели третий блок программы ответов Якова Кедми на ваши вопросы. Далеко не уходите, поверьте, скоро мы продолжим. Яков, еще раз спасибо, до свидания, всего самого доброго, до новых встреч. Смотрите наш канал, с нами интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!